Здравствуйте! Лето в самом разгаре, но выбор мест для отдыха в этом году ограничен. Многие остались на Камчатке и путешествуют по полуострову. О том, как такая популярность отразится на природных достопримечательностях, мы поговорим с министром экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексеем Кумарьковым. Алексей Анатольевич, здравствуйте! На прошлой неделе на Голубые озера рванула толпа в 400 человек. Это вот сейчас самое популярное место для отдыха. И как вы думаете, отразится ли такая популярность во вред Голубым озерам? Памятник природы Голубые озера находится в верховьях долины. Соответственно, путь к Голубым озерам все 10 или 15 километров, это все лесной фонд. Но если говорить конкретно о Голубых озерах, которые являются памятником природы, которые расположены на высоте 800 метров над уровнем моря, то давайте представим, а что может угрожать этим озерам при нашествии 400 человек? Эти 400 человек могут, наверное, оставить мусор, срубить кедрач, разжигать костры, может быть, что-то вытоптать, наверное. Ну и, на мой взгляд, если люди будут соблюдать элементарные, простые правила поведения на природе, а, как известно, любые проблемы, любая разруха начинается в головах, то, соответственно, если люди будут рачительно относиться к природе, забирать за собой мусор, не рубить там кедрач, ну и не топтать каким-то намеренным образом эти горные цветы, а ходить как-то по камням и элементарно просто беречь то, что под ногами, то я, в принципе, считаю, хотя, может быть, мое мнение будет непопулярно среди части экологов, я считаю, что проблемы какой-то значительной от этого не будет, потому что то ли эти 400 человек пройдут там разом, то ли 10 раз по 40 человек, в принципе, большой разницы нет, с учетом еще того, что, вы знаете, туда ведь большое количество групп ходит каждый день, это я точно знаю, поэтому разом это все произойдет или как бы по частям, по большому счету разницы нет, есть понятие допустимой рекреационной нагрузки на природные объекты, сложно сказать, не буду скрывать, не буду придумывать, и сложно сказать, какова там допустимая рекреационная нагрузка, ее никто пока не оценивал, но мы же понимаем, что Голубые озера популярный объект, и там люди всегда были, и еще раз хочу сказать в связи с этим, что основа основ это бережное отношение к природе, это просто элементарные правила поведения, очень несложные, не рубить, не сорить, ну и по возможности не топтать, то, что можно не топтать, вот и все, поэтому я так думаю, что не вижу я там каких-то архи больших проблем от этого при соблюдении элементарных правил поведения. Ну вот, ваше главное условие в том, что вы перечислили, это если будут, а если не будут, просто у нас есть вот еще ряд популярных мест, как горный массив в Очкажец, Ганальские востряки, подножья Авачинского вулкана, и не везде туристы себя ведут добросовестно, то есть там и животных обижают, и деревья рубят, и дорогу портят. Кто может регулировать вопросы по охране этих мест, даже если они не входят в какой-то природный парк? Как нам защитить, куда обращаться, куда жаловаться? Ну, не только люди могут животных обидеть, хочу сказать, но и животные могут обидеть людей, поэтому, говоря об этих вещах, надо сказать, что вообще в принципе подходить близко к медведям, кормить их, подкармливать, это очень большая проблема. Это так я решил сделать небольшое отвлечение. Вы знаете, на мой взгляд, два обстоятельства позволят сохранять эти места. Это первое, это надлежащее отношение людей, прежде всего даже не к природе, а к самим себе, наверное, к своему месту на земле, как бы это громко ни звучало. И вообще какая-то элементарная культура поведения в голове должна быть, потому что под каждым кустом государственного инспектора не поставишь, ни в каком субъекте Российской Федерации, в самом богатом, обеспеченном нигде. Мы не обеспечим присутствие инспектора физическое за каждым камнем и за каждым деревом. Поэтому прежде всего это культура поведения людей. Тогда у нас не будут помойки вокруг города, на каждой поляне оставаться после пикников. Тогда у нас на Овачинском перевале люди не будут ездить по горным тундрам, по цветам цветущим. И на голубых озерах не будут рубить кедра, чужечь костры и так далее. Второе обстоятельство – это, конечно, государственные меры по охране. Что касаемо особо охраняемых природных территорий, то все, что касается наших природных парков, то для их охраны создано специальное государственное бюджетное учреждение. Называется, как все знают, природный парк Улакана Камчатки. Да, инспекторов недостаточно, да, огромная площадь, но теми имеющимися силами, которые есть в распоряжении учреждения, люди пытаются справляться. Мы, безусловно, будем продумывать дополнительные меры охраны. Более того, пока на уровне идеи, но есть, витает давно уже в воздухе такая мысль, может быть, создать какую-то отдельную дирекцию по охране вот этих, скажем так, немножечко оставшихся неудел ОПТ. Памятники природы, я не скрою, практически, по большому счету, никто не охраняет. Поэтому необходимо, наверное, создать отдельное учреждение для этих целей, дирекцию ОПТ. Но это как бы мысль с дальним прицелом. А сейчас, кто может охранять, ну, про природные парки я сказал, есть учреждения, кто может охранять памятники природы, такие, как Голубые озера, как Вачкажец, этим могут заниматься и коллеги из агентства лесного хозяйства, может быть, не постоянно там присутствовать, но проводить какие-то природоохранные рейды, потому что это все лесной фонд. Лесным кодексом предусмотрены определенные правила поведения в лесах. И даже элементарное вот это вот оставление мусора, я же не говорю про рубки какие-то серьезные, это все санкции кодекса об административных правонарушениях. Поэтому есть санкции для наказания, и есть люди, которые могут эти санкции применять. Да, мало людей, да, малый штат, сложно все охватить, но какая-то системная работа в плане природоохранных рейдов, ее нужно организовать. Безусловно, мы будем этим заниматься. Кроме того, полномочия соответствующие есть и у Краевой инспекции Государственного экологического надзора. Они также по ОПТ могут работать. Насколько мне известно, статья 8.39 КОАП, это речь о нарушении режима особо охраняемых природных территорий, тоже находится в зоне их полномочий. Да, их тоже очень мало, маленький штат, очень большая нагрузка, но в принципе, в совокупности, если мы организуем рейдовые мероприятия с участием всех заинтересованных структур, мы сможем системно как-то переломить ситуацию. Мы будем это стремиться сделать. И куда можно обращаться? Обращаться можно в Минприроды Камчатского края. Все, что связано с особо охраняемыми природными территориями и даже более того, все, что связано с любыми другими проблемами в сфере экологии, не скрою, можно обращаться к нам. Если даже вопрос не находится в прямом видении Минприроды края, то мы подумаем, как этот вопрос тут или иной урегулировать. Кроме того, если мы говорим про лесной фонд, то не считая природных парков, где есть специально выделенное учреждение, как я сказал, природный парк на Камчатке, но что касаемо лесного фонда, то, конечно, если жители становятся свидетелями каких-то вопиющих нарушений, и тем более они могут зафиксировать, пусть даже скрытно, тех людей, которые это делают, может быть, госномера машин и так далее, то нужно эти все сигналы отправлять, в том числе и в агентство лесного хозяйства и охраны животного мира. Но, в принципе, не молчать насчет нарушений. Меня совершенно не смущает, если большое количество обращений будет поступать. То есть я не зашириваюсь от этих всех историй, меньше спрашивают, меньше проблем. Нет, пожалуйста, то есть можно обращаться, можно сигнализировать, мы будем разбираться. Мы будем разбираться по каждому отдельному случаю. Ну и пытаться, конечно, не тушить пожар, скажем так, каких-то отдельных ситуаций, действуя на, скажем, действуя уже постфактум. А будем попытаться системно решать проблемы. Я уверен, что мы эти вопросы решим. Вот что касается ООПТ, почему приходится менять статус? Почему изменили статус у подножья Вачинского вулкана и кальдеры Горелого вулкана? Ну, вы знаете, работа над нормативными актами, которые регулируют систему ООПТ, это живая история практически в ежедневном режиме, потому что и федеральное законодательство часто меняется, достаточно у нас, и профильное. И нам приходится постоянно подстраивать краевое законодательство и подзаконные акты к изменившемуся федеральному законодательству. Это такая история нон-стопом происходит. Но что касаемо конкретных вот этих, как модно говорить, кейсов, от начшения Вачинского вулкана, перевала, точнее, и Южно-Камчатского природного парка, поясню, чем руководствовались мы при принятии таких решений. И чем я руководствовался, когда инициировал те или иные изменения. Что касаемо Вачинского вулкана, перевала, точнее говоря, скажу совершенно прямо и откровенно, с чего началась идея сделать там зону свободного посещения. Я проанализировал государственное задание нашего краевого государственного бюджетного учреждения природного парка Вулкана Камчатки, проанализировал, как они такое задание выполняют, а там есть некая палочная система, неизбежная, как и в других госорганах, что нужно столько-то того, столько-то этого, столько-то штрафов и так далее. Я просто проанализировал, некоторое время назад пришел к выводу, что вместо того, чтобы системно работать по всем территориям, выявлять какие-то реальные серьезные нарушения в отношении плохишей, рубки какие-то серьезные, может браконьерство, какие-то серьезные вещи такие. Вместо этого львиную долю госзадания наше краевое государственное бюджетное учреждение природного парка Вулкана Камчатки выполняло на Вачинском перевале. Что они делали? Ну, где-то, наверное, ну, может быть, не 90%, но, наверное, процентов 80 нарушений это были не что иное, как отсутствие разрешения на посещение Вачинского перевала. Ну, нет ничего проще. Приехал, увидел там семью с ребенком, которые там приехали, и вражек посмотреть. Здравствуйте, уважаемый гражданин, покажите ваше разрешение. Ой, вы знаете, мы приехали из города Вилючинска, мы вот там не успели или не знали. Заплатите 3000 рублей штраф. Вроде показатели выполнялись, а реально я считаю, что это не то, чем нужно заниматься. То есть, по-вашему, вместо того, чтобы ловить реальных злодеев, ловили те, кто приехал без разрешения? Кто-то может со мной поспорить, но я, как вриюм министра, я проанализировав выполнение госзаданий, я пришел к такому выводу, что доля нарушений серьезных, реальных, она ничтожно мала. В основном все нарушения, которые фиксировало наше учреждение, которыми они отчитывались, это были нарушения, связанные с отсутствием вот этой бумажки для посещения конкретно Авачевского перевала. Потому что там турпоток, там очень легко приехать, приехать и нашлепать вот этих вот протоколов и отчитаться. Поэтому, чтобы эту практику дурную прекратить, у меня возникла идея, что нужно разрешение там отменить, чтобы ребята в парке занялись более серьезными нарушителями на более каких-то отдаленных территориях, в частности, на Лукане Горелой, где намутновки, где, к сожалению, ну, нога госинспектора практически не появляется в течение последних лет. А вот этот бессистемный там дикий туризм, он реально может нанести там ущерб. Как теперь должна проходить их работа? Они должны устраивать рейды, осмотры, обходы? Они будут работать так же, как и работали. На Авачевском перевале сейчас по госзаданию, поточнее говоря, по оперативному заданию, находятся три инспектора, которые мне уже присылали видеоматериалы, они в СМИ прошли. Где они? Вот контролируют людей. Не спрашивают, есть ли у тебя бумажка или нет в кармане. Потому что сама по себе бумажка, мы понимаем, не гарантирует вовсе ничего. У человека есть бумажка, он также пойдет, будет рубить и будет сорить, и так далее, и так далее. Бумажка – это не панацея. Поэтому на Авачевском перевале люди будут физически присутствовать, инспектора, и следить за тем, чтобы люди, первое, не рубили, второе, не сорили, чтобы они на машинах за пределами существующих уже накатанных дорог не колесили по горной тундре и не давили вот эту растительность, и чтобы они не рвали колесами. Это все хрупкое, горное, красивое. Что касаемо горелого вулкана, да, он вошел в состав природного парка Южнокамчатский недавно совсем, вот последние дни буквально там, дней 10, наверное, прошло не более. Почему мы это сделали? Потому что вулкан Горелый – это совершенно уникальное место. Тут, я думаю, никто с нами не может поспорить с тем, что это уникальное место, которое требует охраны. Как я уже ранее сказал вам в интервью, что вот, к сожалению, наши памятники природы немножко выпали из государственного контроля, потому что вроде как бы органов много для контроля, но реально, конкретно, никто четко ими не занимается. Создание такого органа – это отдельная задача. Но что касаемо вулкана Горелый, сейчас уже, поскольку эта территория вошла в природный парк, у наших госинспекторов краевого учреждения возникла четкая возможность осуществлять там контроль. Наверное, может быть, делать акцент не прямо там, на наличие разрешений, хотя это тоже введено, потому что это территория парка, и на всех парках все происходит по разрешениям. У нас только есть два исключения. Первое – это Овачинский перевал, в порядке эксперимента мы это сделали, ну и в порядке того, что я сказал, чтобы перенаправить усилия наших инспекторов на более какие-то серьезные вещи. Второй пример, где не нужны разрешения, это Быстринский природный парк в отношении местного населения. Они тоже не обязаны получать этих бумажек. Они там живут, они вправе, не нарушая предохранное законодательство, спокойно ходить по своей территории. В отношении остальных территорий наших природных парков везде разрешение требуется. И у Укан Горелый не исключение сейчас. Но самая главная задача, которую я для себя вижу, и вижу для нашего учреждения, которое возглавят скоро новые люди, которых мы выбрали на открытом конкурсе, задача будет поставлена присутствовать не только физически на Овачинском перевале, но и на Укан Горелый, на Мутновке и в Ключевском природном парке. Там тоже есть ряд моментов, которые меня лично не устраивают. Когда вахтовки ездят туда, куда им не нужно ездить. Поэтому есть ряд ключевых территорий, где нужно наводить порядок. Это не значит, что нужно ломать через колено население и так далее. Боже упаси! Речь идет о том, что нужно просто и населению приучаться к уважительному отношению к природе. И инспектора, они будут мотивировать, присутствие физического инспекторов на месте, они будут мотивировать людей все-таки как-то чуть более уважительно относиться. Потому что когда, знаете, страх наказания все-таки никто не отменял. Есть кнут, есть пряник, но без кнута в нашей жизни никак. Поэтому инспектора, я надеюсь, наведут там порядок. Что именно они там сделают на Горелом? Я ожидаю, что вот этих покатушек, где попало, тоже не будет. Там тоже очень хрупкие горные экосистемы. И когда я вижу в соцсетях... Покатушек на чем? ...прогоревый. Покатушек, техника какая? Да, просто когда и разные квадроциклы, и даже снегоходы летом в кратере Горелого ездят, что в соцсетях я видел, снегоходы летом в кратере Горелого на Форсаже проезжает полностью все кратерное озеро. Мне кажется, что это как-то немножечко не соотносится с режимом этой территории. А причина только в том, что там просто некому контролировать. Этот контроль там появится. Поэтому то, что мы делаем, это мы делаем где-то для удобства граждан, а где-то для того, чтобы навести порядок. Здесь никаких нет скрытых мотивов, помимо каких-то добрых, хороших мотивов. Почему просто тогда только Горелые точно так же катаются и в ворота Вилючинского вулкана, и Мутновского? Там тоже есть опасность технического вода? Да, все верно. Я вам и говорю, что насчет Вилючинского вулкана не могу сказать, потому что Вилючинский вулкан не входит в территорию парка, особенно там, где привыкли кататься. А Мутновка, конечно. Вообще Мутновку и Горелый я не воспринимаю как нечто отдельное. Это единый туристический кластер, это единый объект. Кальдера Горелого, Горелый и Мутновка. Поэтому там, в принципе, должны присутствовать инспектора. И они там будут присутствовать. Сейчас новый директор будет принят на работу. Сначала первый заместитель директора Коренев, это произойдет сегодня. Потом приедет Тимофеева. И будут поставлены задачи, чтобы вот эти ключевые территории, которые подвержены антропогенному прессингу, чтобы там был наведен порядок. То есть ничего для граждан не изменится, но просто будут люди присутствовать, которые будут контролировать правильность поведения на природе. А вот вы еще говорите, ездят в вахтовки, куда не надо. Это недобросовестные турфирмы или это ушлые водители, которые вот я могу довезти? Почему они там оказываются и кто в этом виноват? Я бы не разделял бы ушлых водителей и ушлые турфирмы, потому что это все одно и то же. Часто это один и тот же человек, который берет деньги и везет, и показывает. Это все сотрудники турфирм. Я знаю, что в принципе в Ключевском парке есть проблема определенная. Это район горы Копыта. Просто люди очень высоко заезжают, возят там китайских и прочих туристов. Просто китайским туристам лень идти ногами, да, и их везут максимально туда, куда можно доехать, уничтожая там вот этот хрупкий горный травяной покров. И, к сожалению, там уже в последнее время, пару лет, наверное, никто не присутствует. Эту практику нужно изменить. Нужно, чтобы там сидели люди, которые бы контролировали турпоток и объясняли благожелательно, уважительно, что можно делать, что нельзя, куда можно ездить, куда нельзя. Иначе мы эти места рано или поздно утратим. Какие изменения нас ждут в присвоении статуса природоохранная зона или в ее переквалификации? Будет ли как-то меняться зона Горелого и Вилючинского, Мутновского вулкана в связи с строительством парка Тревулкана? И будут ли пересматриваться какие-то вот объекты для присвоения им статуса природоохранная зона? Вот такие, как Вачкожец, Голубые озера. В принципе, менять категорию ОПТ, особенно, скажем, повышать статусность можно. Планов таких у нас пока нет. Вводить какие-то дополнительные ограничения в отношении перечисленных вами объектов, таких как Мутновка, Горелый, Вачкожец, никто не планирует. Все, что мы хотим сделать пока, допустим, в отношении Вачкожца, это определить четкие места, где можно парковаться, а где нельзя. То есть люди, в принципе, задают часто правильный вопрос. Если мы не можем что-то делать, вы объясните, где мы можем это делать и где мы что не можем делать. На местности это никак не обозначено. Поэтому на озере, вот так, так, холочь, да, вот на Вачкожце, конечно, необходимо эти зоны определить и сделать определенные аншлаги там. Я надеюсь, что они будут сохранены, конечно, и никто их не поломает. Что касаемо Мутновки, Горелого, и тем более в связи с планами трех луканов, нет никаких планов по ограничению посещения или введения каких-то дополнительных, каких-то заградительных вещей, нет такого ничего. Вы знаете, мы не планируем никаким образом отношение Горелого или Мутновки снятия какого-либо статуса. Точно нет. Если даже проект трех луканов будет там реализован и действовать, то это все будет происходить в пределах особо охраняемой природной территории. В рамках режима этой территории и в рамках законодательства Российской Федерации в отношении этих территорий. Вводить какие-то дополнительные ограничения никто не планирует. Мы планируем, наоборот, сделать это удобно для людей, чтобы там появились, может быть, со временем нормальные, удобные кемпинги, чтобы люди понимали, где они могут остановиться, где они могут скрыться от дождя, где могут посушиться, я не знаю, в конце концов, где они могут, из-за откровенности, нормально сходить в туалет, не ходя, как говорится, по окрестностям, не ища большой камень. То есть наши мотивы только в этом, не более того. В конце июня провел заседание свое первое «Экологический совет Камчатского края». Расскажите об его итогах и вообще какие планы. Вы знаете, мы провели установочное заседание экологического совета при губернаторе. Повестка у нас была достаточно простая и сложная одновременно на первое время. Мы обсуждили ситуацию на реке Быстрой, в частности, но вообще в целом рассмотрели назорные мероприятия Росприроднадзора и прокуратуры в отношении объектов горной промышленности. Ну и в этом контексте рассмотрели ситуацию на реке Быстрой. И мы рассмотрели промежуточные итоги реализации нацпроектов, точнее, федеральных проектов нацпроекта экологии на территории Камчатского края. Это было такое пристрелочное у нас совещание, собрание. В настоящее время уже после этого мероприятия мы сформировали с учетом поступивших предложений план работы экологического совета на этот год. Очень обширная повестка. Я думаю, собираться мы будем уж точно не раз в квартал, а гораздо чаще, наверное, ну раз в месяц в среднем. Понятно, что Владимир Викторович очень плотный график, но он сам желает собираться как можно чаще. Мы будем рассматривать широкий круг вопросов, начиная от планов по формированию городской среды в Петропавловске. Мы знаем, что у экологов очень много, у общественников вопросов. Там начинают высоты кошения травы, чтобы шмели себя хорошо чувствовали, заканчивая колтушкой и заканчивая шинами, покрышками этими, которые везде валяются. Проблем очень много, очень много. Особенно в городе Петропавловске и Камчатском. Мы эти вопросы будем рассматривать. Мы будем рассматривать вопросы, в частности, Всемирный фонд природы предложил, рассмотреть механизмы, возможные механизмы предварительной оценки инвестпроектов на соответствие вообще экологической политике. То есть, чтобы мы не реализовав какой-то проект, потом думали, что же с этим делать, он там влияет на что-то. А чтобы мы заранее, с учетом экспертного сообщества, могли эти вопросы обсудить и нивелировать какие-то риски. И очень много вопросов мы будем обсуждать. Это все будет доведено через новостные ленты до общественности. Мы сформировали состав общественного совета. Это порядка трех десятков человек. Это люди, известные на Камчатке. Это экологи-активисты. Все те, кто известны по култушке, это и Шурыгина, и Михайлова, и Лобков, и Карпенко Владимир Варенович. Это директора профильных институтов, таких как Камчатный РОК, как институт вуканологии. Это очень ограниченное количество представителей госорганов, потому что мы не ставили себе задачу сформировать еще один чиновничий совет какой-то бюрократический. Поэтому количество чиновников там минимально, но им это ровно те люди, которые имеют отношение к природе. Это руководители управления Росприроднадзора по Камчатскому краю, ну ныне это руководители Дальневосточного Кружного Росприроднадзора, Олесин Александр Михайлович. Это руководители СВТУ Росрыбоводства. Это представители ЗАГСобрания. И там же у нас предохранный прокурор будет тоже участвовать. И главный федеральный инспектор по Камчатскому краю. Вот все. То есть из порядка трех десятков человек, где-то там порядка пяти может быть чиновников. А остальные это люди, это лидеры общественного мнения, которые на протяжении многих лет известны мне, по крайней мере, своей активной позицией. Часто это такой непримиримый, иногда неудобный, может быть, отчасти. Но это люди реальные, которые будут формировать экологическую повестку, которые будут давать обратную связь от населения. И мы будем эту обратную связь пытаться учитывать всеми силами. Расскажите, как удалось разрешить проблему с добычей золота на реке Быстрое? На настоящий момент проверка предохранной прокуратуры не завершена. Есть уже предварительные итоги. Выявлено большое количество нарушений. Как отчиталась прокуратура, точнее, скажу правильно, не отчиталась, наверное, а как проинформировала прокуратура главу региона, большой там был выявлен пласт нарушений, связанных и с отходами, и с водным законодательством, и лесным, и прочим-прочим. Сейчас прокуратура по их сообщению подала иск в суд на приостановление деятельности этой компании. Пока этот иск находится в суде на рассмотрении. И как только будут результаты рассмотрения данного иска, мы, конечно, доведем до широкой общественности результаты. Мы планируем все-таки, что работа будет там приостановлена, и нарушения предохранного законодательства там прекратятся. Скажите, нам стоит опасаться, что истории подобные будут повторяться? Вы знаете, ну, опасаться в принципе вообще в жизни ничего не стоит. Но понятно, что по любой ситуации могут быть риски. Повторение, наверное. Но мы будем стремиться минимизировать эти риски. Мы предложили федеральному центру внести изменения в законодательство с целью учета интересов субъекта Российской Федерации в принятии таких решений. Потому что часто территориальные органы, федеральные органы власти действуют по своим каким-то внутренним регламентам, подчиняясь Москве. Их деятельность слабо коррелирует, в общем, с задачами социально-экономического развития, которые ставит региональная власть. Может быть, они в принципе хорошие, эти задачи, но они полностью коррелируют с тем, как мы, власть субъекта, видим те или иные процессы. Нам нужно работать в честной координации. И, знаете, вот этой басни Крылова не должно быть, когда лебедь и ракущук, и каждый тянет в свою сторону. Поэтому мы надеемся, что федеральный центр по нашей инициативе внесет в ряд законодательных актов, связанных с законодательством о недрах, внесет изменения, направленные на учет мнения органов власти, субъектов в принятии таких решений. Сейчас, в настоящее время, только, по сути дела, две причины могут не позволить разрабатывать такие месторождения. Это нахождение таких участков недр на землях обороны и безопасности и нахождение их в пределах особо охраняемых природных территорий. Все остальное как можно. Но понятно, что есть ряд причин, по которым тоже должно быть не можно. Потому что здесь могут быть затронуты интересы коренного населения, что для наших северных территорий исключительно важно. Это может быть затронута в силу таких вот событий и интересы смежных отраслей, таких как рыбная промышленность, которая для нас является наиглавнейшей. И это невозобновляемый ресурс, на который нужно опираться, прежде всего, при развитии экономики. Поэтому мы надеемся, что Москва нас услышит. И мы все-таки будем больше возможностей иметь для принятия решений или влияния на эти решения. С нами был Алексей Анатольевич Кумарьков, министр природных ресурсов и экологии Камчатского края. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова